Знаете, я обеими руками за любовь к себе, принятие собственных недостатков, особенностей. Мы здесь всех убогих принимаем. Но иногда просто наступает момент, когда нужно сказать, хватит это терпеть. Есть любовь к телу, а есть здоровье и, простите, банальная гигиена. Но знаете, мыло душистое, полотенце пушистое, отсутствие волос в зоне бикини. Изначально так и было. Меня аж трясти начинает, когда очередной любитель своего тела выкладывает фотографию своими небритыми подмыхами. Или еще лучше, шорты и волосатые ноги. О, просто. Кто-нибудь ведерко принесите. И да, я, конечно же, могу закрыть инстаграм и не смотреть. А дети? Ребенок насмотрится на таких чупакабр и решит, что это норма. И вот уже через 10 лет по улицам будут вышагивать такие же естественные бурцуны за натуральность. А прикиньте, рядом с подобным в автобусе или спортзале оказаться. Я слежу за своим телом и небритые ноги. И окей, мы живем в 21 веке. Твое тело, твое дело. Ака, я грязнуля. Каждый имеет право выкладывать все, что заблагорассудится у себя в инсте. Пока что. Но теперь же серьезные журналы помещают это на свои обложки и страницы. Открывая журнал, в названии которого слово здоровье. Понимаете? Здоровье. А там это улыбающееся волосатое нечто приводится как пример заботы о себе. Вы там совсем? Ладно, не хочешь ты бриться. Но другим об этом зачем знать? Миллионы подписчиков в инстаграме, а я появляюсь на теннисном корте с небритыми ногами и такими же подмышками. И естественно в майке, чтоб все увидели. Но ничего, все лайки ставят. Ну тупиковая ветвь эволюции. А это только женские волосы говорят о неухоженности и отсутствии гигиены. А на Далю можно? А почему? Привет, просветители. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Давайте изо всех сил верить, что он будет лучше предыдущего. Ага, конечно. Наверняка вы уже успели дать себе какие-нибудь новогодние обещания. А кто-то уже успел на них забить. Вот и я решил, что январь лучшее время для того, чтобы запустить новую рубрику на канале. И периодически снимать видео на тему стандартов, красоты, тела и внешности. Ну, все, что вызывает бурление, сами знаете чего. Сегодня поговорим об оскорблениях, связанных с внешностью человека. Ну, выложил фоточку, будь готов, что тебя с грязью смешают. И если что, посторонние звуки, это Чарли. Он включил режим бобра. Когда дети оскорбляют или дразнят друг друга, какого-то глобального смысла за травлей не обязаны стоять. Мы боремся с пропагандой ожирения. Нет, просто вот тот ребенок отличается от других. Слишком худой, слишком толстый, слишком низкий, слишком высокий, слишком рыжий, слишком много родинок. Чем сильнее выделяешься из общей группы, тем больше шанс, что до тебя докопаются. Все достаточно просто. Не такой, значит плохой. Когда человек взрослеет и примеривает все больше и больше социальных масок, приходит понимание. Естественно, приходит оно не ко всем. Оскорблять кого-то из-за внешнего вида неправильно. Но желание нагадить соседу, выплеснуть негативные эмоции и толпой показать, где раки зимуют, ну вместе ж веселей. У таких товарищей никуда не девается. Но и жить с мыслью «я говно» может далеко не каждый. 20-летний лоб понимает, что если он будет травить какого-то человека просто потому, что тот рыжий, это всего лишь докажет, что я отстой. Хорошие люди так не поступают. Взрослому человеку, который все еще хочет верить в свою доброту, нужна причина. Плохонькая, шаткая, но причина. Я пишу гадости кому-то в сети, потому что борюсь с... Этот поступок, конечно же, плохой. Но я совершил его, потому что вот она или он, и надо понимать, что наше информационное пространство помогает нам оправдывать свои плохие поступки. И оставаться при этом хорошими людьми. Нужно быть, простите, последней сволочью, чтобы заявить, изнасилование это ок. Такие люди, может быть, и найдутся. Но абсолютное большинство, конечно же, не согласится с подобным утверждением. Вот, к примеру, в прошлом году блогер Моразм выпустил ролик, который потом правду удалил, или его заблокировали, с рассуждениями. К тем моим знакомым, кто скромно одевается, парни не пристают. А вот другие девушки... Хотя информация гуглится буквально за секунды. Одежда жертв изнасилования. Но лучше же миллионам людей вложить мысль. Преступник, конечно, преступник, но... Вернемся к внешности. Травить человека, конечно, плохо. И так выступают только редиски. Но если я с пропагандой борюсь... Вот Снейлки, к примеру, в своем видео, почему оскорбляет полную девушку с билборда, которая его знать не знает и вообще ему ничего не сделала. Потому что она пропагандирует ожирение. Он за хорошие вещи борется. Просто так он бы ни за что не стал. Ну а с Нейлкики нужно снимать и отдельный ролик. Бэдрум. Тоже, кстати, в рамках новой рубрики. И когда человек позволяет себе сходу оскорблять другого из-за каких-то внешних признаков... Защищаю здравый смысл. Звучат чаще всего два оправдания. Пропаганда болезней и отсутствие гигиены. Конечно же, наш милый сблевышек из комментариев никогда никому бы не стал смерти желать. Но тут-то блогерша подбивает... Разжиреть до тонны? А еще от нее воняет явно. Если таких будет много, видите, сблевышек санитар леса. И на первый взгляд все звучит достаточно логично. Чтобы не утверждали некоторые оголтелые сторонники бодипозитива, но ожирение, внимание, не складка на бедре и не диагноз по фоточке. Это болезнь. МКБ нам в помощь. Иное дело, что настоящее ожирение и «О, ты толстая!» достаточно часто вообще никакого отношения к другу не имеют. Так же, как и худоба со здоровьем. Еще один ролик в новой рубрике. Что же касается волос на теле, да, если не мыть это самое волосатое тело, пахнуть будет просто великолепно. Правда, если не мыть и бритое тело, пахнуть будет так же замечательно. И вот, если исходить из всего этого, за оскорблениями в сети стоит некое логическое обоснование. Не людская злоба и желание самоутвердиться, только забота о чужих телах и ароматах. Но вот вам наглядное опровержение всей этой ерундистики. Первое утверждение. Их травят потому, что они не заботятся о себе. Здоровье! Ну, помните все эти мемы? Огромная бодипозитивщица наяривает тонну бургеров и такая «Любите меня!» Пропаганда ожирения. Знакомьтесь, это Милли. 23 года. Спортсменка. Занимается верховой ездой. Во время прогулки в парке лошадь поскользнулась, упала и придавила Милли своим весом. Итог? Пять операций на ноге только за прошедший год и тонный хейт от сторонников ЗОЖа и гигиены. Даже с аппаратом Элизарова на ноге девушка продолжила заниматься спортом. Качала пресс, руки, ноги. И выкладывала это в ТикТок. Травма – не повод опустить руки и забить на себя. Вот оно, то самое здоровье. Обратите внимание, никаких лишних килограммов и пропаганды ожирения. Девушка призывает других следить за собой и двигаться вперед. Но все борцуны с современным бодипозитивом должны просто начать на руках ее носить. Но, как вы понимаете, нет. Дело в том, что Милли не стала брить травмированную ногу. Ну, ту, в которую металлические спицы вставлены. Вот это неряха. Внимание, даже врач ей сказала, что не стоит ничего брить. Есть риск заражения. Слышите? Вредно для здоровья. А то хорошие же люди травят только тогда, когда пропагандируют болезни. Но небритой ноги хватило, чтобы ярость крутых пацанчиков и четких цыпочек обрушилась на грязную бодипозитивщицу. Кстати, в России об этом заговорили, как мне кажется, только в декабре. Хотя вся основная движуха еще в первой половине года развернулась. Нет, ну могла бы все-таки и побрить. А то смотреть противно. Когда про здоровье речи уже не идет, вышла реальная причина. Мне не нравится, поэтому давай-ка. Ну и да, мне по большому счету наплевать. Удобно тебе, неудобно. Будет заражение, не будет. Короче, давай брейся. А как же все разговоры про здоровье, заботу о других, пропаганду? Нет, просто чужие волосы раздражают. Окей. Внимание! Волосы у нее на самых популярных видео на ноге. Поэтому и вопрос о гигиене, запахе тоже снимается. Второй аргумент. Хотя, с другой стороны, огромное количество мужчин, спортсменов, актеров, моделей ничего нигде не бреет и их никто не оскорбляет и не хейтит. Никто не орет в комментариях про ужасный запах. Вот представьте себе ситуацию. Величайшему теннисисту всех времен Роджеру Фидереру на этом канале болеют только за швейцарца, поэтому фанаты Надали и Джоковича с вещами на выход. Делают операцию на ноге и вставляют в стальные пластины. А он продолжает тренироваться, превозмогая боль. Открываешь комментарии, а там портал в ад. У него небритые ноги, какая мерзость, от него жваняет. Ну вот серьезно, как вы думаете, сколько комментариев за всю свою длинную карьеру получил Фидерер о волосяном покрове? Что-то мне подсказывает, что за все 20 лет меньше, чем мили за одно видео. И самое забавное, ее тикток даже не был на тему. Волосы на теле, это нормально. О модели Мэнс Хэлс, висящие на турнике и демонстрирующие всему миру свои подмыхи. Это пропаганда вони? Уж если травите небритую бодипозитивщицу, волосатому спортсмену, наверное, такие же комментарии стоит посылать. Он уж точно потеет. Но это же другое. Спортсмен же у нас мужчина. И если приставать к нему, то тогда получится, что и нашему сблевушку из комментариев бриться придется. Ну, чтобы вонючкой не быть. Мы здесь сейчас только о гигиене. Вы просто вдумайтесь. На волне всей этой истерии с Милли профессиональный врач даже видео снял, в котором объяснял, что волосы на теле женщины это нормально. У женщин они тоже бывают. А то посмотрите, какая у нее нога волосатая. С ней же явно что-то не то. Она же девушка. И еще бритье с аппаратом Элизарова наперевес не самая лучшая идея. С другой стороны, ну неужели тяжело комментаторам сделать приятно? Как-то вся эта история вообще не вписывается в теорию. Мы просто о здоровье других беспокоимся. Представьте, какую психологическую пользу принесли здоровью спортсменке все эти оскорбительные комментарии. Ты ходить толком не можешь. У тебя спицы в ноге. Но ты не сдаешься. Продолжаешь тренироваться. А тебе... Чубак не мыто. И да, вы можете сказать, что это, наверное, только дети писали. Но нет. Такие же комментарии оставляли и вполне себе взрослые люди. Ну, я просто не хочу, чтобы дети считали это нормой. А-а-а. Ну тогда окей.